В Ульяновской области с 2006 года проводится международная цифровая олимпиада «Волга-АйТи». Она объединяет участников практически со всех регионов Российской Федерации и других стран. Этот год не исключение. В марте уже стартовал отборочный тур в онлайн-формате и продлится он до конца мая. Финальный этап состоится в сентябре в Ульяновске очно. Цифровая олимпиада «Волга-АйТи» дает возможность ребятам в возрасте от 16 до 23 лет посоревноваться по самым актуальным и востребованным цифровым дисциплинам. От программирования с использованием самых различных платформ и технологий до дизайна и тестирования. Задания для участников «Волга-АйТи-22» разрабатываются и оцениваются профессионалами из различных АйТи-компаний на основе своих производственных задач. И та причина, по которой мы уже не первый год являемся партнерами проекта «Волга-АйТи», это, конечно же, желание и наши амбиции выстраивать вот эти связи, которые могут объединять лучших студентов, лучших разработчиков и компании. Интерес АйТи-компании прежде всего лежит в расширении штата, принимая на работу самых талантливых молодых АйТишников. Чтобы понять, насколько необходима олимпиада начинающим АйТишникам, мы поговорили с призером Международной цифровой олимпиады прошлого года Владиславом Беспаловым, студентом 4-го курса Ульяновского государственного технического университета. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Расскажите о ваших впечатлениях от прошлогодней олимпиады. Ну, несмотря на то, что время было коронавирусное и были какие-то оказии с переносом, у меня в целом впечатления очень положительные, потому что для меня это стало, безусловно, очень большим опытом, большим испытанием. Когда я в первый раз увидел тестовое задание, я вообще боялся к нему подойти. То есть я начал делать его не сразу, а, наверное, только через несколько месяцев после того, как увидел, так скажем, собрался с силами и сделал. А что было в этом задании, что такое страшное было? Ну, скажем так, страшного особо ничего не было. Нужно было реализовать одну старую такую советскую игрушку, скажем, небольшую стратегию графическую, в которой нужно пользователю было вводить ход и захватывать территорию, скажем так, против компьютера. Ну, а вообще задания были сложные? Ну, скажем так, для рядового студента они выше среднего, конечно, по уровню, но справиться с ними при желании можно. Вообще, как вы готовились к Олимпиаде 2021 года? Ну, наверное, немного издалека стоит зайти. У меня уже был опыт в данной области. Как бы я уже на тот момент работал где-то полгода программистом по той же специальности, по PHP. Как бы и как раз, ну, собирался в тот момент поменять немного стэк технологии, ну, то есть инструменты, которые я использую. И в Олимпиаде как раз использовалось то, что я хотел изучить. Как бы и так совпало, что вот мое изучение и смена, скажем так, специализации, они наложились друг на друга, и это стало удобным поводом для того, чтобы освоить. Вообще, что изменилось в вашей жизни в карьерном плане после участия в Олимпиаде цифровой? Ну, даже не дойдя до финала, как бы, мной уже заинтересовались ульяновские компании, как бы. То есть я выложил резюме, в котором указал ссылку на проект, то есть на тестовую отборщину, которую я сделал. Как бы его увидел Эчар, одну из ульяновских компаний, и как бы его передали на код-ревью, то есть, ну, на просмотр. И после этого мне сделали приглашение на собеседование, которое я в итоге успешно прошел и проработал в этой компании какое-то время. Сейчас вы в другой компании работаете, да? Сейчас я решил сменить тоже специализацию, но в другую область уйти, в разработку Android, как бы. И, соответственно, в этом году я буду участвовать также в Олимпиаде, но уже по другой дисциплине, по Android-разработке. Что вы можете пожелать нынешним участникам Волга IT-22? Ну, наверное, быть смелее и в любом случае хотя бы попробовать свои силы, потому что это очень большой карьерный скачок может дать, как бы профессиональный. То есть любые проблемы, они должны на практике решаться. И Волга IT – это очень хорошая возможность для того, чтобы понять, что как работает и попробовать себя в разных областях. То есть, ну, на своем же примере опять я пробовал сначала разработку, мне нравилось, сейчас мне это нравилось. Я попробовал Android, тут же Волга IT, и сделал тестовый проект. Как бы и понял для себя, что мне больше подходит. То есть студентам, как людям, еще не имеющим каких-то профессионального опыта, это очень хорошая возможность попробовать свои силы, с моей точки зрения. Спасибо, Владислав. Желаем вам успехов. До свидания.